Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы представляем вам дополнительную, как бы, рубрику к нашему вечернему варпгейту. Это называется Spalm Room на троих. Для кого и для чего предназначено это приложение? Это предназначено... Мы хотим говорить с теми, о которых, как мы думаем, мы все знаем. Попытаемся открыть этих людей заново, посмотреть, что они из себя представляют, какие они на самом деле, а не только жестко уверовать в свои какие-то представления о той или иной персоне. Сегодня с вами я, ведущий XV34, British Dendy, и наш основной гость — это Артем Костя. Воевода подразделения СИТХ, неодиозная личность, вообще великолепный стратег, тактик и так далее и тому подобное, автор многих мемов. В общем, добрый вечер, Артем, и как вы? — Отлично. Привет, Лёвы. Привет, British. — Привет. — British, как всегда, выпадает временно из гипербонации. У нас после 100 кг в день он приходит медленно в себя, как говорится, все еще в бою. Итак, Костя, расскажи мне первый, самый вопрос номер ноль. Расскажи мне, пожалуйста, как ты в своем пути в Планицаде попал в СИТХ, или ты был там с самого начала? — Ну, значит, была тревога на Эссамир, это был еще сентябрь месяц, даже август, наверное. Тревога на Эссамир, я уже играл эту игру полторы недели, меня она жутко надоела, потому что она была унылым, там нечего, здесь нечего было делать, десантника мне было уже дениво качать. Я понял, что надо вступать в команду, нажал инсерт, попал в СИТХ, по окончанию тревога мне кинулся подразделения, и все. — И после этого ты поработил СИТХ, да? — Упал, очнулся гипс. — Да, и после этого он поработил СИТХ, короче, он взял и сказал, теперь это система наша, жгите всех. Понятно, понятно. Бритиш, у тебя был вопрос номер один, он твой. — Вот, Артем, Костя, у тебя такой интересный никнейм, и вот как бы мне, и, я думаю, большинству людей было бы интересно узнать, каким образом ты его придумал. То есть вот многие люди там придумывают себе никнеймы, чтобы как-то отойти от реальности, ну и показать как бы свое эго, то есть те, кем они там хотели бы стать. — Да, альтер-эго. — Ну вот у тебя никнейм Артем Костя, он вот, ну все-таки он особенный, несмотря на, казалось бы, два простых имени, но вот хотелось бы узнать вот почему именно такой никнейм. — Без комментариев, пусть останется тайной для всех. — Окей, ясно, понятно. Хорошо, Тём, такой вопрос, а вот когда ты попал в ситхи, да, и начал этот грозный путь порабощения всей этой армады, скажи, как это все происходило? Ты, насколько мы знаем, ты парень достаточно молодой, и там тоже есть люди достаточно старые, как они, как это все происходило, происходит, вот путь, как говорится, от простого бойца до воеводы, до практически клан-лидера, можно сказать, подразделения, да? — Ну, значит, на тревогах я решил сначала просто создавать советы, потом какой-то из командиров отряда взорвался, искал, типа, командуй сам, я начал командовать отрядом, во время тревоги вылетел в сия император Экзоникс, и взводный попал мне, я начал командовать, Экзоникс вернулся, пара человек сказал, что я хорошо командовал, так я стал командиром, и после этого я начал уже устраивать такие большие репрессии, что надо строиться, надо слушаться команд и всякое такое. Это был очень долгий путь, наверное, до Нового года, у нас в чем были придирки с другими людьми, потому что кто-то говорил, что, типа, эта игра казуальная, здесь не надо строиться, зачем, к чему вообще это решение армии, что за отстой? — Ну ты их расстреливал. — Да, я их просто из комиссара расстреливал, выгонял из взвода из подразделения, говорил, что нам не о чем говорить, они уходили к другим подразделения, кто-то забивал на игру, кто-то оставался в других подразделениях, но вот так усилиями мы пришли к тому, что были ежедневные построения на вратах, суровая дисциплина, наказания за косяки, если провинился один, значит, вину несет все под весь взвод, чтобы все остановились, что это командная игра. — Ну да, командная игра, там все отвечают друг за дружку. — То есть, по сути, весь путь он строился исключительно на таком жестком правлении, и на диктатуре пролетариат. А вопрос это воспринималось всеми нормально, то есть, вот много ли было недовольных, которых ты расстреливал, которые были репрессированы. — От 20 до 25 лет, которые говорят, «О, я служил в армии, здесь не хочу служить», и всякое такое. То есть, типа, много выпендривались, много говорили, всем остались, всем остались, были все довольны, многим очень нравилась такая стилистика, такая военная, такие ежовая руководительница. — Такое полное погружение в ре... — Ой, да. — Да, в боевые будни Терранской республики. — То есть, мы появляемся на Гексе, строимся на нем, на этом маленьком помещении, 20 на 20 метров, в четыре шеренги по отрядам, и после этого, с дружными криками за императора, бежим на танки. И если нам везет, мы все это уничтожаем. И всем это очень нравилось, и люди, которые нас видели в округе, тоже после этого хотели вступить. Писали очень много, прям не мне, а нашим бойцам, что хотят вступить, с кем поговорить, там, или примив подразделение. Это было в те времена, когда мы использовали еще внутриигровую связь. — А вот после прохождения каких-то, вот у вас реформы, так, насколько мне известно, прошли, вот после прохождения этих реформ, как изменилось? Далеко вы отошли от вот этого жесткого стиля, тоталитарного, авторитарного стиля правления, или нет? — У нас было много реформ, какой это конкретный решение, когда мы на TeamSpeak пересели? — Мы пересели на TeamSpeak, откололось огромное количество людей, то есть у вас было много, потом стало не очень много, скажем так, немножко совсем мало, потом опять стали набирать массу. — То есть происходили какие-то изменения, вот в чем это проявлялось? — После Нового года в игре очень часто начал лагать игровой час. В связи с этим было много проблем в координации, но и у меня как-то пропало такую ярость стремления играть. До Нового года я, можно сказать, играл, наверное, по 6-7 часов в день в PointSide. Все время, причем, зашел и собрал взвод и вел в атаку. А после Нового года время снизилось до 4-х и меньше. Как бы такое, только перед тревогой и на тревоге. Поэтому пропало желание, из-за этого, наверное, некоторые люди поуходили, потому что они хотели больше играть. И с печеньем были проблемы, потому что игровой чат лагает, меня это жутко бесит, я часто левал. — А сейчас эти вопросы все решены, и с печеньем тоже? — А сейчас мы на TeamSpeak перешли, и нет проблем. То есть есть люди, которые мне дают приказы, допустим, мы зашли в игру, вот час до тревоги, как час вот идет, час до тревоги с иными рейтами, я захожу в игру, собираю взвод печенья, более-менее за час, вот все вовремя, вменяемое, невменяемое, которое слушается приказов, и просто в игру им говорю одну вещь, своим бойцам TeamSpeak говорю другую вещь, они шли, другую точку занимали. если у меня что-то лагает, я говорю, в чем спик парни, скажите им то-то, то-то, и ребята им вовзот говорят, печенье слушается. — Ясно, понятно. Бритиш? — Да, вот хотелось еще задать один вопрос. Вот кому в игре ты питаешь чистую ненависть? Все-таки, ну, Planetside 2 это игра такая с метагеймом, то есть тут игрок, личность, а это все-таки как бы одно и то же тут. — Да, вот это очень. — Да, вот это вот очень такой тонкий момент. И вот есть ли люди, которым ты питаешь чистую ненависть? — К игрокам, даже не людям, а вот персонажам в игре. То есть мы не говорим там Вася Пупкина, а вот какой-то вот кому-то чисто искренняя ненависть, потому что люди бывают искренне только в ненависти, понимаешь? — Вот все эти... Вот этот фляд «Мир, дружба, жвачка» это, конечно же, бред сивы кобыла, вот ненависть она всегда... — Это для нуб-конгломерата. Оставь. — Да, да, да. — Ну, я, значит, первый, какой ненавижу, это, наверное, все-таки будет джерф. Да, я ненавижу больше всего джерфа. Потому что когда-то было нас подразделение, вообще, меня-то фармил на танке и говорил, что нужно больше танков, нужно больше танков, нужно больше фарма. А когда я могу вылезать с танка, у нас с бэхи... Нет. — No. Нет, 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 нет. — Он перешел в раты, он жутко злился на нас, даже на форме что-то писал. Теперь он ушел в фоги. — И жутко злился на ратов. — Да. — Я тоже думаю, так что мы познакомились с этим персонажем, тоже это было такое интересное знакомство. Но потом как-нибудь в другой раз о нем. Второе, ты говорил, первый-то, конечно же, джерф, а потом... — И еще, значит, до войны есть такой персонаж, Кеноби. Мне он жутко не нравится. Ну, типа, мы ситхи, это Кеноби, какой-то джедаевская стилистика. Очень не нравится. Он вроде в фогах состоит. — Да-да, он фогах стоит. — Да-да, он фогах стоит. — Тоже так. — Не очень стреляет. — Мы сегодня наблюдали картинку, как Кеноби перестрелил с Титаном, который у вас сидит периодически в ТС. Они там тренились. Да, понятно. И заключает наш хит-парад ненависти Артема третий человек. Есть такой? Или вот все, джерф, Кеноби, и все. На третью у тебя просто сил не хватит. — Я думаю, на это можно остановиться. — На это можно остановиться. — На это можно остановиться. — Окей, понятно. Артем, ты, я видел и по тому, что ты сейчас рассказал, и то, что мы наблюдаем в игре, ты проделал достаточно, ну и сам проделал большой путь, да, от простого игрока до лидера, можно сказать, без обиняков. — Сквозь тернии к звездам. — Да, пера с пера дастра. Но ты проделал гигантский путь. И как ты думаешь, с кем бы ты мог себя ассоциировать из исторических каких-то личностей, какие-то, если проводить какие-то параллели между тобой и каким-нибудь там полководцем, военачальником, политическим деятелем в истории человечества, конечно же, с кем бы ты мог себя сравнить? Да, только Иисусом Христом. — Ну вот, я могу не с историей, могу с фантастикой, могу сейчас с богом-императором сравнить, который объединяет Тиранскую Республику. — Ага, окей, а как же, а как же Экзоникс? — Оставил эту тему. — Окей, понял. — Он не посмотрит этот выпуск. — Окей, будем считать, что он не посмотрит. Ну, из другой императора, Экзоникс, он как бы из «Звездных войн», а ты из бога-императора, я понял, в «Священной Терре». Я понял. Все дела, превозмогание, все такое там. Води в строй солдат, получи пулю, и все такое. Спасибо за ответы, и переходим к части Блиц. Итак, на все вопросы, ты должен, 10 вопросов, блок из 10 вопросов, на них отвечаешь, не задумывай, да, нет, не знаю, там, без комментариев, желательно не говорить, только да или нет. Окей. — Хорошо, давай попробуем. — Хорошо, давай попробуем. Вопрос номер один. Счастлив ли ты, Артем? — Да. — Приносит ли... — Да, говори. — Я хотел задать этот вопрос. — Приносит ли игра тебе удовлетворение? — Нет. Артем, бежишь ли ты от реальности? — Нет. — Есть ли у тебя подруга? — Да. — Считаешь ли ты, что на данном этапе ты добился всего, чего мог? — Нет. — Ты веришь в Бога или нет? — Нет. — Считаешь ли ты себя человеком умным, интеллектуальным, начитанным? — Не особо. — Самодостаточен ли ты? — Да. — Ты считаешь себя человеком, у которого есть какие-то принципы стержень? — Да. — Ты оптимист? — Нет. — Отлично. Спасибо огромное тебе за интервью. И тебе дается право, как говорится, послать весь этот мир на три веселые или куда, в любом направлении, в котором ты хочешь. У тебя ровно одна минута. Поехали. — Так, ну я хочу, во-первых, хочу задать вопрос тому, кто будет следующим у вас брать, у кого будет следующим брать интервью, так сказать, вопрос в будущее. Я хочу у него спросить, как вы это быть вторым? — Мы обязательно, очень, очень мы зададим этот вопрос, не сомневайся. — Ну и надеюсь на развитие пункт сайт. Я ненавижу флогов. Все, на этом все. — На этом все, господа. Большое спасибо за внимание. Напоминаю, что это было приложение к вечернему варгвейту, спамрум на троих. У нас в гостях был Артем Костя, воеводов, главный военачальник подразделения СИТХ. Замечательный человек, не менее замечательный стратег и тактик, неплохой игрок и человек, который, в принципе, во многом сделал как себя самого, так и свое подразделение. И мы знаем это подразделение как... — И внес вклад в Тиранскую Республику. — Республику. Да, да. Большое вам спасибо за просмотр, господа. Встретимся с вами через неделю. Следующий подкаст в среду. А не забываем, что в воскресенье у нас вечерний Warp Gate. Всем пока-пока. Всего доброго. — Спасибо.